Я разрешаю выложить это видео. Спасибо. Вы уже начали писать пример. Там еще есть что-нибудь условие? Да, добавьте еще что-нибудь. И что-то там спрашивается, да? x, y, z какие-то векторы, причем z через x, y записывается в виде формулы. Еще есть вектор w, который тоже выражается в виде некой формулы. Ну и дальше, чтобы условие, что требуется, что спрашивается. Считайте. Так, это не перформулы, но в самом начале, наверное, сказали какие-то слова. Пусть x, y, z вектор, и предположим, что z равно 3x плюс 2y. И w равно минус 2x плюс 2y плюс 4z. А, то есть, у меня есть какие-то формулы, при которых надо сказать, правильные они или неправильные. Значит, возьмите первую из них, напишите, и над знаком равенства поставьте вопрос. «Все…» Вот, слово span или span по-английски это то же самое, что линейная оболочка. Где-то внизу мы комментируем, что span это линейная оболочка. Так, и для этой линейной оболочки в отечественной литературе существует замена этим словам span. Заменяются они выставлением угловых скобок. То есть вместо того, чтобы писать span xy, можно написать просто xy и взять это все в угловые скобки. Сделайте так, пожалуйста. Угловая скобка как знак меньший. xy и с двух сторон угловых скобок. Вот, дальше знак равно, сверху вопрос. И дальше yy в угловых скобках. Вот, и нам надо принести правильная эта форма была или неправильная. Давайте делаем на вектор. Нам сказано, что z выражается через xy, а еще это z входит в w. Давайте мы сделаем подстановку. В формуле для w вместо z подставим ту форму, которая нам дана. То есть это где-то отдельно. Вот мы сказали, что с правой стороны доски сверху можно написать что-то. Это можно сделать. И вот. А это будет 26 мая. Но не откладывайте на последний момент. Потому что будет еще 2-й год до 26 мая. И во 2-м год больше задачек, чем в этом. И там они будут сложнее. Поэтому в любом разе не откладывайте. Ну, дальше. А, вот получилось 10-ти бег. Хорошо. Значит, вот теперь идем сюда к той формуле, которую надо проверить. Значит, в левой части написана линейная оболочка векторов x и z. Что это такое? Это совокупность всех векторов, которые можно выразить в виде линейных комбинаций через x и z. Где-то отдельно напишите. Ну, скажем, напишите, а принадлежит x, z. С той стороны, да. А принадлежит линейной оболочке x, z. Это означает, что а равняется, а равняется альфа x, альфа x, не dx, а альфа x. Да. Умножить на x плюс b умножить на z. Так, хорошо Дальше пишем Если Если А принадлежит У дубля Б У дубля Б То Нет, это как линейная вылочка Мы же не в запятая и угловой скоб То А равняется Гамма умножить на у Плюс еще одна какая-то буковка Ну, какую вы знаете Из греческого Омегу умножить на Дубль Б Вот, у вас для Дубль Б Здесь есть формула И Дубль Б равно 10 У Значит, туда-то вставляется Дальше пишем Равно Не вычисляем Вместо Дубль Б Ставим 10 У Вместо Дубль Б Можно вынести Игрик за скобки Ну, давайте напишем Может продолжать Поставим скобка Игрик вынесли Так Дальше, что мы знаем Гамма – это число Омега – это тоже число Десятка – это тоже число Если мы эти числа В крупных скобках Вычислим Итого будет что? Число Значит, в итоге получается Что А – это и есть число Он умножить на е С одной стороны А с другой стороны У вас написано, что А есть гамма Игрик И альфа-Х Прибавить Бета-З Альфа-Х Плюс Бета-З Вот С одной стороны Он выражается через Икс и З А с другой стороны Он выражается через Игрик Но если Икс и З Направлены в какую-то Одну сторону А Игрик Совсем в другую То есть, ну, скажем Икс и Игрик Лежат в горизонтальной Толгости А Игрик вертикальной Можно ли Вектор направленный Вертикально Выразить через два вектора Направленных горизонтально Можут ли они совпасть? В две точки Но, вот, смотрите Векторы, скажем Икс и З Лежат в плоскости Вот в горизонтальной Плоскости Да? Представим, да? Когда вы Нажали на альфу на в То складываете Результат Где будет лежать? В этой плоскости А пусть Игрик Направлен перпендикулярно В этой плоскости Тогда Вот это Сколько умножить на Игрик Тоже будет Перпендикулярная плоскость Может ли вектор Который лежит в плоскости Совпасть с вектором Который перпендикулярно В плоскости Ну, единственный случай Когда они совпадают Это когда они выбора Они нулю будут Когда да Они совпадают Но В общем случае Это не так И значит Вот это равенство Неверно Значит, пишем Зачеркиваем знак равно Не там Там все вверх Где нам нужно зачеркивать? Там, где стоял знак вопроса Там мы зачеркиваем знак равно Вот там зачеркиваем И вот там зачеркиваем Значит, в этом пункте В пункте А у нас Правенства нет Что такое вектор А Принадлежит Игорь ВВ Мы уже знаем Напишите Если А принадлежит Игорь ВВ А принадлежит угловой скорби Игорь ВВ То, но Комна То А Развляется Скоклах Альфа Плюс 10 Альфа Плюс Гамма И Амеба Значит Гамма Плюс 10 Амеба Скоклах Все это можно найти И можно найти Ну, можно писать ее в остерок Теперь Что такое линейная оборочка вектора Z Если Если А принадлежит Z Линейная оборочка Z То А равняется Какое-то число И умножить на Z Ну, скажем Альфа Z Альфа Z Могут ли они совпасть? То есть Можно ли Любовектор Верхнего вида Представить как вектор нижнего вида Ну, опять Давайте Вот так Если у нас Z Горизонтальный вектор А Y Вертикальный вектор Когда вы Горизонтальный вектор умножите на альфа Он Останется Горизонтальным Когда вы Вертикальный вектор умножите на скобку Из двух чисел Да? Там Составлены То все равно Он останется вертикальным И для того, чтобы они совпали Это возможно В единственном случае Когда Они Оба равны Ну Когда коэффициенты Равны Но это же не всегда так происходит Необязательно Где же мы сказали, что альфа обязательно должна равняться нулю И Дамы И Другой В тоже должны И они не должны равняться нулю Такое не сказано Значит В общем случае Такое равенство Не Выполняется То есть Альфа Кишеч Зачет Да, минеральная оболочка Игрек Равняется минеральной оболочке Игрек Ну давайте мы описаем Значит Если А Принедлежит Если А Принедлежит Минерной оболочке Игрек То А равняется Какой-то коэффициент Умножить на Игрек Ну скажем А Игрек Дальше пишем Если А Принедлежит Минерной оболочке Другой В То А равняется В Умножить на Другой В А Само Другой В Равняется Десять Игрек Поэтому Другой Десять Умножить на В Вот давайте Мы напишем Так Десять В Умножить на Игрек 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 Просто продолжать Равняется Десять В Возьмите Прископки Миноз 3 Чем Отличаются Формулы Для А На Вверху И формулы Для А К 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 Управляя Этими Цифрами Мы можем Всегда Добиваться Чтобы Альфа Совпала С Десять Б Можем То есть Зная Альфа Мы можем Найти Такое Бетто Чтоб Десять Б Равнялся Альфа Зная Бетто Мы можем Найти Такое Альфа Чтоб Альфа Равнялся Десять Б То есть Здесь И так И так Можно Все Выравнивать И значит В этом Случае Ответ Утвердительный То есть Это Будет Действительно У меня Встречает Что Это Можем